Друзья, всем привет! Сегодня мы покажем, как изменились актеры фильма Бумер, вышедшего в далеком 2003 году, а также расскажем интересные факты про героев в фильме и в жизни. Картина являлась дебютом молодого режиссера Петра Буслова, но это совсем не помешало ему снять достойное кино, которое на то время произвело фурор, а история про четырех друзей надолго осталась в сердцах зрителей. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, мы начинаем. Роль Пети Рамы досталась Сергею Горобченко. На тот момент ему был 31 год, сейчас актеру 48 лет. Он продолжает сниматься в фильмах. На данный момент в его фильмографии 88 картин. В 2008 году женился на актрисе Полине Невзоровой, дочери телеведущего Александра Невзорова. У пары уже семь детей, три сына и четыре дочери. Андрей Мерзликин сыграл роль Димона Ашпаринова. На момент выхода фильма ему был 31 год, а сейчас ему 48 лет. Однажды актер в нетрезвом состоянии попал в страшную аварию, проломив заграждение машина упала в Москву реку и почти полностью ушла под воду. Андрей с друзьями чудом остались живы. После этого случая, по его словам, жизнь разделилась на «да и после», актер стал и поныне является очень набожным человеком. Режиссер фильма Петр Буслов исполнил эпизодическую роль старшего на заправке. На тот момент ему было 29 лет. Сейчас актеру 44 года. Фильм «Бумер» запустил режиссерскую карьеру Петра. С тех пор он снял на данный момент в общей сложности 12 фильмов и проектов, знаковыми из которых можно считать проект «Наша Раша» и художественный фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Роль Кости Кота исполнил известный актер Владимир Вдовиченков. Тогда ему было 32 года, а сейчас 49 лет. Интересный факт, что одновременно с фильмом «Бумер» актер снимался в также ставшем культовом бандитском сериале «Бригада». Обе роли принесли актеру широкую известность. На данный момент он женат в пятый раз, у него есть два ребенка от разных жен, сын и дочь. Евгений Крайнов сыграл роль парня с автозаправки, которому главные герои фильма подарили бейсбольную биту в благодарность за залитый бензин. На момент выхода фильма ему было 19 лет, а сейчас уже 37. Последний раз он снимался в 2007 году. Почему он перестал заниматься развитием кинокарьеры неизвестно? Деревенскую девушку Катю сыграла актриса Яна Шевкова. Когда вышел фильм, ей было 28 лет, а сейчас ей 46. Всего с участием актрисы вышло уже более 37 фильмов. Последняя картина с ее участием датируется 2018 годом, это малоизвестный сериал «Сердечные раны», где она по иронии судьбы сыграла тоже как и в «Бумере» девушку Катю. Местную целительницу собачиху сыграла Людмила Полякова. На тот момент ей было 64 года, а сейчас уже 82. Несмотря на преклонный возраст, она до сих пор продолжает сниматься в кино. Последняя картина, в которой она снялась. Фильм «Грозный» 2020 года, где она сыграла бабушку первого царя, «Всея Руси» Ивана Грозного. Анастасия Сапожникова исполнила роль девушки Кости Кота. Ей было 29 лет, а сейчас актрисе 47 лет. Среди заметных работ актрисы, Ольга Медяник в криминальном сериале «Паутина», Лариса в «Казаках», служанка императрицы Фекла в исторической драме «Екатерина. Взлет». Личную жизнь актриса скрывает, и она остается для всех в секрете до сих пор. Роль прапорщика Завазальского сыграл Виталий Ольшанский. На тот момент актеру было 35 лет. В 2021 году он умер в возрасте 52 лет. Виталий Ольшанский известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бумер», «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Диверсант» и «Бригада». Он также был одним из режиссеров сериала «Молодежка». Роль дальнобойщика Сиплова сыграл популярный актер Алексей Ашурков. На тот момент ему было 37 лет, а сейчас ему 55. Актер продолжает сниматься в кино. За свою карьеру он уже успел сняться в 139 картинах. Звездной для Ашуркова стала роль командира части Зубова в комедийном сериале «Солдаты». Роль Пашки Дембеля-алкоголика сыграл актер Василий Седых. Тогда ему было 31 год, сейчас актеру 49 лет. Последней значимой работой на данный момент является роль Шинкевича в фильме «Несокрушимый» 2018 года. Помимо актерской деятельности, он также является руководителем элитной школы ТЭПа, был хореографом-постановщиком в шоу Леонтьева «Безымянная планета» ставил номера в стиле боди-драм. Самым задиристым и громким персонажем в фильме был Леха Кила, которого сыграл Максим Коновалов. На момент выхода фильма актеру было 28 лет, а сейчас ему 45 лет. Он продолжает сниматься в кино, но в отличие от остальных главных героев фильма, никогда не стремился отойти от амплуа бандита после успеха картины «Бумер». Он также в основном играет бандитов и аферистов. Недавно он снялся в роли бомжа на проекте Корни канала СТС.